Как выбрать тот самый идеальный твид для пошива жакета в стиле Шанель? В этом видео я расскажу, какие виды твида существуют и на что необходимо обращать внимание при покупке твида материала для вашего будущего роскошного жакета. Когда мы говорим твид, то чаще всего представляем себе именно его, жакет в стиле Шанель, лаконичного кроя из фактурного материала с тонкой отделкой, классику прошлого, нынешнего и наверняка будущего веков. Из чего же можно шить эту роскошь? Возможно, вы удивитесь, но такие жакеты шьют из разных материалов. Есть даже такое условное наименование в магазинах ткани Шанель, и чаще всего в нее входит твид, твид буклей, все костюмные ткани, имеющие фактуру и цвета, похожие на творение этого модного дома. Классический же шерстяной твид довольно скучная, хотя и качественная, стойкая ткань, используем в основном для пошива мужских классических костюмов. Итак, давайте подробнее рассмотрим ткани, которые подойдут для пошива жакета в стиле Шанель. На фото вы видите классический твид с диагональным плетением, или его еще называют елочка. Чаще всего такой твид на 100% состоит из шерсти, и примерно из такого как раз таки твида Габриэль Шанель создавала свои первые твидовые жакеты в 920-х годах. Этот материал хорошо удерживает тепло, воздухопроницаем, упругий, легко возвращает форму противоформации, и из него чаще всего шьют пиджаки, жакеты, брюки, пальто и даже парки. А это тот самый твид, который ассоциируется у нас с жакетами модного дома Шанель. Жакет именно из такого твида покорил сердца всего мира в 950-х годах. В классике этот материал преимущественно натурального состава, и благодаря составу в жакете из такого твида будет комфортно в любой сезон. У этого твида есть множество разновидностей. Он может отличаться не только цветом, но и волокнами, а также плетением. Например, твид, который имеет на лицевой стороне маленькие узелки, называют буклированным твидом или просто букле. А вот еще один достаточно популярный акцентный и яркий твид с рисунком пьеде пуль или гусиная лапка. Подобное плетение нити встречается не только в твитах в стиле Шанель, но и в классической костюмной ткани. Так как выбирать твид, особенно в онлайн-интернет-магазинах? Все очень просто, вам нужно задать себе всего лишь два вопроса. Первое, какое изделие я хочу шить? И второе, важен ли мне состав материала? Ответив на первый вопрос, вы поймете, какой плотности материал вам нужно искать. Все материалы имеют разную плотность, обозначается она в граммах на метр квадратный. Например, для твидового платья отлично подойдет материал плотностью до 250 грамм на метр квадратный. Для жакета твид плотностью до 400 грамм на метр квадратный. А для пальто и в целом верхней одежды от 200 до 500 грамм на метр квадратный. Итак, мы решили шить жакет в стиле Шанель из твида. Смотрим твиды примерно плотностью до 400 грамм на метр квадратный. Чем больше цифра, тем более плотная, то есть толстая, будет ткань, и тем теплее будет ваш жакет. И второй вопрос касается состава твида. Важен ли вам максимальный комфорт, чтобы тело дышало в одежде? Подумайте, когда вы будете носить это изделие. Если вы любите комфорт и хотите носить жакет круглый год, то однозначно выбирайте твид с натуральным составом. Например, хлопок, шерсть, шелк, вискоза. Но при этом не пугайтесь синтетических волокон в составе. Небольшое содержание синтетики сделает ваш жакет долговечнее. И выбор твида, на самом деле, будет намного шире. Твид выбран для жакетов не просто так. Он обладает потрясающими волшебными свойствами, повышенной пластичности, гибкости, мягкости, послушности. Он может приобретать любые формы, которые вы ему задаете. С помощью правильного пошива, правильной технологии пошива и с помощью влажно-тепловой обработки. Обо всех секретах и тонкостях пошива жакетов Chanel в разных-разных технологиях и в современной, как шьют в модном доме Chanel сейчас, и в кутюрной винтажной, как шили их во времена Габриэль Коко Шанель, мы подробно рассказываем на курсе шитья и кроя в жакет стиле Chanel. Ссылку на него вы найдете в описании. К примеру, я предпочитаю твидовые полотна преимущественно с натуральным составом. Чаще всего это хлопок. Но наличие синтетических волокон можно, скажем так, перекрыть натуральными подкладочными материалами. Если вы шьете по кутюрной винтажной технологии, то у вас внутри может быть органза шелковая из натурального шелка. И далее вы можете запаковать все это подкладкой из натуральных волокон. Это может быть та же самая вискоза или купра, модал. В общем, любые другие альтернативные подкладочные материалы. Альтернативный я имею в виду натуральному шелку. И именно таким образом я и компенсирую тот самый процент содержания синтетики в твидовом полотне. Где купить хороший, качественный твид? Магазинов очень много, особенно на сегодняшний день. Разнообразие твида просто бесконечное. Я часто делаю обзоры своих заказов в магазинах, в интернет-магазинах. И часто в них как раз-таки бывает твид. Поэтому вы можете пересмотреть предыдущие выпуски с обзорами тканей. И также мы приготовили для вас подарок. Это гид небольшого руководства по твидам. По видам твидов. Как их выбирать, на что обращать внимание, какие показатели. И плюс ко всему там вы найдете список рекомендованных мною магазинов. На некоторые из них даже есть купоны на скидку. Поэтому вы можете ими воспользоваться. Гид по твидам можно бесплатно скачать в телеграм-канале в одном из закрепленных сообщений. На этом все. И до встречи в следующем выпуске.